Начало войны в Европе 82 года назад, затем нападение фашистской Германии на Советский Союз. Это сюжеты, которые до сих пор привлекают очень большое общественное внимание. На этом стенде представлены материалы, которые рассказывают о подготовке войны нацистской Германии и, в первую очередь, ее руководством в лице фюрера. Сейчас историки уже совершенно точно знают, что в целом решение о будущей войне с Советским Союзом Гитлер для себя лично принял уже в июле 40-го года. И здесь, кстати, на стенде есть очень интересный документ, шифровка в Москву из Берлина от 10 июля 40-го года, в которой сообщается, что в высших кругах Германии говорят о будущей войне с Советским Союзом, а также определяют тех союзников, которые выступят на стороне нацистской Германии. Речь идет о финнах, венграх, румынах и так далее. А на витрине вы увидите копию плана «Барбаросса», которую Гитлер подписал 18 декабря 40-го года. Интересно, что вначале офицеры Генерального штаба и сухопутных сил Германии предлагали назвать этот план войны против Советского Союза «Отто». Но Гитлеру не понравилось это название, и он лично придумал и назвал этот план планом Барбаросса по имени Фридриха Барбаросса, военного деятеля 12-го века, который жил на территории Германии и, в общем-то, был известен своими военными походами. Очень важно знать, что план Барбаросса был абсолютно секретным. Только для высшего командования и только для узкого круга лиц. Даже некоторые министры нацистской Германии не знали его название до начала войны. Насколько я знаю, было всего напечатано 9 секретных экземпляров, и после войны два из них оказались в наших архивах, как трофейные материалы. И если мы посмотрим, здесь же на выставке представленный перевод этого плана, директивно начинается как раз словами, что война с Англией будет продолжаться, она не окончена, а СССР надо разбить в результате быстротечной военной операции. То есть весь план ориентирован на близкрик, быструю победу. Поэтому изъян этого плана налицо. Здесь также представлена уникальная карта. Это копия карты всей операции Барбаросса, составленная за сутки до нападения на Советский Союз. То есть мы предполагаем, что именно эта карта висела в кабинете фюрера 21 июня 1941 года. Что видно на этой карте? Три группы армий – север, центр и юг. Если вы посмотрите на все эти синие стрелочки, это направление главных ударов, то хорошо видно, что это карта агрессии, карта нападения. Ведь нацисты говорили, что они там как бы защищаются, что это чуть ли не превентивная война или упреждающий удар. А здесь четко видно по всем направлениям движения войск, что речь идет о завоевании, о нападении. Поэтому этот сцен – очень хорошая иллюстрация того, как нацисты шли к этой войне и как они готовились завоевывать Советский Союз. Это самый наглядный пример их агрессии против Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова